друзья мои всем привет рад вас видеть на канале ну слушайте я тут занимаюсь делами чеснок перебираю и решил я с вами пообщаться и мы с вами сегодня знаете о чем поболтаем кое о чем опять мы с вами поговорим о писаках которые мне пишут всякие комментарии которые честно говоря меня составляют и смеяться и и зато ли смеяться то ли плакать над людьми не знаю как это называется это я бы сказал мы с вами вернемся сегодня в пятый класс как говорится снова в школу да не знаю ну как бы учеба уже началась детишки все пошли в школу но я так думаю что и взрослые люди тоже наверное честно сейчас пойдут с нами обратно вернуться в школу в пятый класс и мы с вами будем изучать уроки биологии биологии я вам сейчас расскажу что да почем где да как да почему вот все началось знаете с чего с того что мне пишут типа того чтобы когда я выкладывал видео помните да вот недавно совсем это было кстати чеснок смотрите сейчас я вам покажу сначала про чеснок расскажу а потом уже про все остальное что я делаю чесноком вот он в таком виде у меня да вот он в таком виде я сейчас буду обрезать вот эти вот волосню вот эту всю ну чтобы хранить его на зиму и вот этот стволчик отрезаем и так сантиметров 5-7 оставляем я его почищу чтобы он был чистенький буду складывать уже ведро и потом я уже буду его это потом моего ну чтобы на зиму хранить короче говоря как бы чистить но мы начали все равно сижу на даче думал делать нечем дай-ка с вами поговорю да вот и короче говоря я вот вернем с вами на урок биологии в этом ролике я никого не хочу обидеть абсолютно никого ребят ну просто бывает сами иногда вынуждаете да вы нуждаете это делать я нет ну если вам пока что кого-то обижаю но обижайтесь просто я считаю я считаю что прежде чем что-то писать или какой-то комментарий выкладывать например да вот на обзор и вот писать кому-либо из нас комментарии я сначала думаю я тоже думаю как бы что что лучше сделать начале вначале нужно проверить достоверность информации да как бы как это все делается а потом уже что что либо писать то есть есть многие люди из нас с вами да я не буду приходить на личность для принципе я не собираюсь этого делать потому что я как правило этих личностей то и не знаю меня подписчиков очень много сейчас слава богу да спасибо вам огромное что меня смотрите кстати кто еще не подписан обязательно дзен подписывайтесь обязательно подписывайтесь на telegram и обязательно ну подписывайтесь сюда тоже вот я к чему это все говорю к тому что прежде чем что-то писать сначала информацию проверьте сначала изучите правильно или неправильно потом пишите то есть не надо из себя ставить сильно умных когда потом оказываетесь ну грубо говоря просто в дураках да мне это все равно вы пишите это как бы ваши дела ваши проблемы но вы просто потом вы себя выставлять таким образом на смех то есть ладно мне вы написали об сайте вот себе где-нибудь в компании или в каком-нибудь обществе вы вот такой вот ну грубо говоря что такое же ляпните как вы будете себя чувствовать как вы будете себя ну преподносить скажем так да вот а с другой стороны если вы занимаетесь правоте сказанного не только мной но и нас многих да вы как это google вам в помощь сначала информацию проверьте а уже потом пишите а зачем да зачем нам это делать мы сначала будем писать и потом проверять это вообще мы даже проверять не будем так вот сегодняшний выпуск будет посвящен причем не один комментарий нет такой писал писали а много комментариев и люди писали знаете такой уверенностью что они прям вот в этом уверены что они это знают лучше нас с вами да как бы вот это вот все прям такие прям знать агроном или как это называть им таки биологи примут знает лучше нас все это посвящено вот чему посвящено грибам да вот видели вы несколько роликов у меня до который выкладывал как у меня мама снимала не с папой за забором по над забором как говорят краснодаре за калиткой собирали маслята и многие пишут вот там то куча свинца то куча еще чего-то там то писали что а зачем вы их выдираете с ножкой выкручиваете да вы что-то вы порти грибницу там туда-сюда 5 10 ребят вот честно вам скажу вот это именно к тем писакам которых все пишут сейчас обращаюсь родные мои хорошие вы мои google вам в помощь вот давайте вернемся с вами пятый класс пятый класс на и как бы узнаем с вами вспомним вернее да как же все таки откуда произраст происходит вообще грибница портится ли она от того что мы с вами походя в лес грибы не срезаем ножичком до выдергиваем вместе вот ну из этого как вы под земли ну я вам сейчас зачту даже статью я специально вот я например не поленился я загуглил я загуглил я зашел в интернет посмотрел что пишут ученые по этому поводу ученые-биологи что это вот какая теория доказана и как вообще правильно ли я даже вот я про себя что говорю делаю поступаю правильно я делаю когда я иду в лес без ножа и собираю грибы уже вырывая их из земли и нарушаю нарушаю ли я вот эту вот эту самую грибницу которая дает грибам рост которая вообще типа того что может исчезнуть как мне пишут вот зачем вы это делаете надо срезать то что грибница из-за этого портится потом грибов не будет ребята что за бред вы пишете вот что за бред я вам скажу честно знаете откуда вообще грибница происходит я вам сейчас скажу а потом что зачту вам специально ту статью которая нашел именно для этого ролика а я не поленился залез в google залез в интернет я специально нашел такую статью чтобы уже вам доказать то что вы не правы во первых грибница как она сидит очень глубоко в земле очень глубоко и даже выворачивая с корнем гриб и земли мы никаким образом ее не повредим абсолютно никак это надо перелопать это землю не огород а землю тракторами и камазами перекапывать чтобы ее повредить это раз второе грибы знаете как они развито размножаются из шляпки ветерок дует и вот эти вот микрочастицы всякие эти которые не зерна как назвать как семена да они распыляются на большие расстояния и тем самым грибница распространяется часть вам об этом даже специально сейчас за что вам статью что об этом пишут ученые вот друзья мои для самых таких одаренных для самых умных грибники давно спорят о способе сбора грибов считается что если гриб выкрутить то можно повредить мицелий и в этом месте ничего не будет расти ну как вот вы мне пишите да вот зачем ты выкручиваешь так далее нарушаешь вот эту самую структуру роста грибов другие же говорят о том что при срезании гриба остается ножка в земле которая гниет и травмирует мицелий и травит не травмирует травит мицелий вот теперь самое умное самое то что не то же самое умное я не хочу себя показать самым умным это как рассказываю даст эти вот именно вот этих наших научных исследователей биологов и так далее нет никакой разницы как вы будете собирать грибы вообще никакой разницы срезать вы будете или вместе с ножкой выдирать из земли главное не лопатой и перекопкой грунта вот это самое главное мицелий находится достаточно глубоко и чтобы его повредить нужно хорошо постараться пояснила эксперт редакции нгс на что к нгс не стал переводить навредить грибницы или как ее называют ученые мицелию можно только если нарушить целостность почвы почвы заметьте не гриба а почвы выкручивание ножки гриба на мицели не влияет абсолютно поэтому друзья мои это не я придумал это вот эта статья взятая из интернета и не с одного сайта я многие сайты перелопатил перелопатил и все об этом все и пишут так что если вы хотите показать себя слишком умными вы сначала прочтите информацию а потом уже пишите чтобы не позориться мне это все равно просто двумя семья отца будет не надо мной согласитесь я-то ничего неправильным не делаю я просто подтверждаю то что я ничего такого не сделал как бы не навредил природе скажем так да как мне многие пишите надо срезать а вы выкручиваете да что вы творите так далее так сейчас микологи ну которые вы таким всем занимаются считают что осторожное выкручивать что осторожное выкручивание гриба гриба мицели то есть грибницу не разрушает не разрушает наоборот также микротравмы идут ей на пользу то есть если вы выкручиваете гриб это даже полезнее для грибницы чем срезание гриба почему они обновляют сеть гифов гифы это тонкие длинные нити образующие весь гриб ну то есть понимаете то есть я наоборот даже не то что я даже пользу приношу выкручивая гриб те начинают активнее расти вот эти вот гифы да за за заращивать ранку так называемую на ножку оставшуюся от срезанного ножом гриба грибницы также не реагируют то есть в принципе так правильно и так правильно но растет гриб и растет потом тихо сгнивает никому не нужной и сама грибница погружается в дрему это ее сонное состояние довольно опасно она успокаивается и не завоевывает новые территории навредить мицелию можно только если нарушить целостность почвы то есть вы понимаете да то есть даже лучше лучше если выкручиваешь гриб из земли чем срезать эту ножку то есть я вам сейчас зачитал статью это не я придумал опять же да это придумали наши вот биологи микробиологи люди которые извините меня на это учились которые проводили много экспериментов много разных вот таких научных исследований ну и все с этим связано и поэтому друзья мои я вас очень прошу а хотя вообще вас буду просить мне это ваше дело вы хотите позориться позорить мне то что мне это без разницы я вам просто сейчас вот зацитировал статью который была научно-то оказано что наоборот даже срезание гриба срезание гриба ножом больше ему вредит больше вредит дать не саму не грибу а самой грибнице чем я выкручиваю гриб ножкой то есть понимаете да поэтому друзья мои о чем быть и о чем тогда можно говорить о чем можно писать я просто еще раз всячески удивляюсь что знаете как правильно говорится да сначала подумай а потом скажи или напиши у меня раньше тоже такой был вы знаете раньше помню когда-то ну то что далекой молодости я себя старыми считаю но бывали такие моменты что я сначала знаете как сначала ляпну а потом подумаю было так по молодости потом но люди естественно как бы незнакомые но чтобы меня лишний раз ну можно как не позорить да не делали мне замечаний мне уже начали замечания делать мои родные сказали дима ты сначала перестань что то ляпать сначала подумай что-то говоришь а потом говори и люди ты кому-то высказывал то есть сначала высказал я-то знаете это уверен я прав да как же так где я возьму тебя кулаком в грудь что вот я правильные вещи говорю что она на самом деле так она и есть там туды мы сюда и мы 5 10 в итоге оказывался неправ понимаете и тем самым как бы я понимал что ну умные периоде они промолчат ничего не скажут но они показывали всем своим видом что типа того что я не сучусь и ересть естественно место со становилось от этого неудобно вот вы сейчас делаете то же самое я писал но отвечал на эти комментарии причем писал знаете как не обидно да то есть я не обижал людей я так поставил там допустим сердечко поставил галочку там типа написали написали ну и все он как бы я это просто знаю что я ничего плохого в этом не делаю понимаете то есть если бы я допустим сомневался бы в этом да и вы мне написали какой-то там дима это сделал не так ты сделал по-другому я бы допустим выудив где-то информацию сказал бы что ой да ребят извините там был неправ то есть комментарий бы написал либо об этом специально отдельно бы видео объяснял тогда было бы совсем другой разговор а здесь получается сами себя позорите я уже устал об этом говорить понимаете я знаю но это вот последнее время учет так часто вот продолжается что верни так часто это все происходит то есть раньше я помню такого не было как бы писали да такие вот комментарии не несуразные но не так часто как сейчас я не знаю ребят вот я именно не ко всем сейчас обращаюсь а именно к писакам кто такие вот вещи пишет потому что какие-то самые такие гадкие естественно комментарии я забанил естественно да какие-то я просто оставил они не мешают пусть болтаются на канале как бы мне-то все равно, абсолютно. Опять же, я повторю, я не себя позорю, вы сами себя позорите. То есть, для чего вы это делаете? Скажите, что вы этим хотите доказать? Хотите доказать, что вы слишком умные. Но в итоге, видите, я просто сейчас могу, вот опять же уже, да, в этом видео я просто понимаю, что вы далеко не умные. Вот извините, конечно, можно сейчас грубо сказать, но вот так оно и есть. Просто, как бы, вот сначала подумайте, да, вот прежде чем там повторюсь, подумайте сначала, найдите ту или иную информацию, прочтите эту информацию, докажите эту информацию, что вы правы. А потом уже пишите. Да это какая-то, да, не знаю, там пошло, поверьте, да, вот много, там какой-нибудь бабуся там соседнего крыльца он сказал, что, ой, нельзя грибы там это, типа того, что выкручивать, портите грибницу. Ну, этой бабушке сказала соседняя бабушка, той бабушка сказала другая бабушка. Пошло это как испорченный телефон, и вы все это подхватили, и вы все об этом прям все, у вас на этом свет плином сошелся. Ну, вы, ребят, ну, есть же научные факты, которые следуют совсем обратно. Понимаете? Ну, и смысл вот это вот писать. Ну, вы сначала информацию проверите, опять же, повторюсь, да, прежде чем что-то либо писать, я говорю, Google вам в помощь. Вы сначала загуглите, посмотрите, почитайте, вспомните пятый класс биологии, пятый класс биологии, а уж потом пишите, потому что вот это все проходили в пятом классе по биологии. Но если вы двоечники, или там каким-то уважительным причинам пропустили тот урок, когда об этом говорили, простительно, это простительно. Если пропустили там по болезни, или просто прогуляли, ну, ладно, простительно, кто не прогуливал. Ну, а если вы присутствовали на уроке и доказываете, причем за пятый класс, ребят, ну, это вообще позор, я считаю. Вы взрослые люди, то есть, имею в виду то, что это же пятиклассник об этом знает, а вы об этом не знаете, да, как бы, ну, это уже, простите, до смешного, вот реально до смешного доходит. Я уже даже начинаю где-то, где-то как-то что-то и побаиваться, типа, знаете, а куда катится наш мир, куда мы катимся вообще. То есть, если взрослые люди совершают такие ошибки, которые дети не совершают, учаясь в пятом классе, и зная прекрасно вот эту вот информацию, которую до них и доносит учитель, что с нами будет дальше, позвольте спросить. Вот, собственно, да, как бы, и чё? Вот объясните мне, пожалуйста. Собственно, это я хотел вам донести, ребят. Ну, друзья мои, ну, смотрите, опять же, прошу меня заранее извините, если я кого-то задел чьи-то там чувства, если я кого-то там обидел, пишите мне, пожалуйста, комментарий, что вы думаете по этому поводу, можете всё, что хотите писать, если я вас обидел, прошу меня заранее извинить, но, как говорится, правда-то на моей стороне в итоге, оказывается, понимаете? Вот, и, короче говоря, единственное, что я вам хочу сказать, что на этом наш урок биологии подошёл к концу, да, вот. Надеюсь, что... Хотя, чё я буду надеяться, это ваше право, хотите пишите, хотите не пишите, это сугубо лично дело каждого. Да, вот. Собственно, всего вам самого хорошего, всего вам лучшего, я буду с вами прощаться, потому что ещё дело не в проворот, вот. Дальше вас ждёт ещё много всего интересного, много всего занятного и позитивного. Вот, так что, всё, у меня лучшего, всем пока, я с вами прощаюсь, до встречи на каналах, обязательно подписывайтесь на все мои каналы, ссылочки будут внизу, под описанием, я их оставляю под каждым видео, вот, под каждым видео, вот, заходите вниз, под описание, я под каждым видео оставляю ссылочки на все каналы, где со мной можно связаться, и, ну, на все мои данные для связи. Вот. Всё, мои хорошие, всем пока, до новых встреч, увидимся на канале, обнимаю.